Раннее утро, а я нахожусь уже на вокзале Термина. Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас вместе со мной совершить путешествие в городок Казерты. Он находится в регионе Кампания, в двухстах километрах от Рима. Еду я туда для того, чтобы погулять по сказочно красивому королевскому дворцу Реджиа-Ди-Казерта, который был построен для династии Бурбонов. Если вы планируете поездку в Рим на неделю и хотите хотя бы на один день куда-нибудь съездить, то вам эта поездка может подойти. Позаботьтесь о билетах заранее, и вы хорошо сэкономите. Я купила билет за 9,90. Очень хорошая цена. Первая электричка с вокзала Термина до Казерты идет в 7.45. Время в пути 1 час 5 минут. В 8.50 вы уже будете в Казерте. Только не ездите во вторник. Во вторник Реджиа-Ди-Казерта закрыта, у них выходной. Обратно в Рим можно вернуться на электричке, которая идет из Казерты в 16.09. За это время вы успеете осмотреть дворец и прогуляться по парку. И самое удобное, что когда вы приезжаете в Казерты, в совершенно незнакомый для вас городок, вам ничего искать не надо. Перешли дорогу, и дворец перед вами. Железнодорожный вокзал Казерты был построен прямо перед Королевским дворцом в 1843 году, а причина была очень простая. Позволить королям династии Бурбонов добираться до дворца прямо на поезде. И им удобно, и нам хорошо. В 18 веке неаполитанское королевство перешло под власть Бурбонов. При Карле-Бурбонском было начато строительство новой королевской резиденции. Неаполь из-за близости к морю не был подходящим местом для строительства этой резиденции, и поэтому было решено построить резиденцию в Казерте. Карл Бурбонский сначала обратился к архитектору Никола Сальви, но тот отказался из-за серьезных проблем со здоровьем. Затем Карл Бурбонский обратился к Луиджи ван Вителли. После почти года планирования и бумажных работ 20 января 1752 года в присутствии короля Карла, его супруги-королевы Амалии, всего двора, министров, кавальеров был заложен первый камень. Началось строительство самой большой королевской резиденции в мире. Через 20 лет на строительство дворца было израсходовано 6 миллионов дукатов. О таких расходах на архитектуру того времени еще никто не слышал. А к концу строительства дворца сумма составила почти 8 миллионов 800 тысяч дукатов, что сегодня равна примерно 150 миллионам евро. Королевские апартаменты находятся на втором этаже. Мы поднимаемся по широкой лестнице, которая является визитной карточкой дворца. Она украшена мрамором и статуями. Архитектор Ван Виттелли уже здесь дает нам понять представление о богатстве, мощи, элегантности и величии королевского дворца. Подняв глаза к потолку, мы видим двойной свод. Верхняя часть украшена фресками, а нижняя часть была сделана для того, чтобы там разместить невидимый оркестр. Он играл, когда проходил король. На современном языке можно было бы сказать, что это была приятная фоновая музыка, которая сопровождала короля. Ну а гостей дворца думают, такая волшебная атмосфера просто поражала. Верхняя часть украшена фресками, а нижняя часть украшена фресками, а нижняя часть украшена фрески. Через 20 лет после начала строительства дворца главный архитектор Луиджи Ван Виттелли умер. На тот момент предстояло еще много работы. Карло Ван Виттелли, сын Луиджи, а впоследствии другие архитекторы, завершили строительство этой грандиозной королевской резиденцией. Но они столкнулись с кое-какими трудностями, и поэтому проект не был полностью реализован. Этот королевский дворец является последним, большим и самым прекрасным произведением итальянского барокко, о чем свидетельствует его великолепный фасад и богатый интерьер. А внутренние работы были выполнены лучшими художниками того времени. И сейчас мы с вами прогуляемся по самым красивым залам этого великолепного дворца. Первая прихожая апартаментов была спроектирована Луиджи Ван Виттелли и уже завершена его сыном. На своде мы видим фреску с изображением герба дома бурбонов. На стенах лепные украшения с трофеем и оружием. Восемь женских бюстов из искусственного мрамора. Эта комната, как и следующая, освещена люстрами из позолоченной бронзы XIX века. Вторая прихожая апартаментов называется «Зал личной охраны». Его украшают 12 барельефов на стенах. В центре правой стены находится скульптура Александра Форнези в одежде римского полководца. Александровский зал. Он полностью посвящен знаменитому Александру Македонскому. Свод был расписан в 1787 году сицилийским художником Мариано Росси. Здесь изображено бракосочетание Александра Македонского и Роксаны. Сверху камин украшает мраморный горельеф с профилем Александра Македонского. Этот зал посвящен Марсу, богу войны. Он украшен барельефами воинских доблестей. На стене камина находится позолоченный барельеф. Здесь изображена сила, благоразумие и слава. А это, видимо, крылатые победы. Продолжение следует... Зал Астреи был как приемная для послов и государственных секретарей, а получил он свое название от росписи свода с изображением Триумфа Астреи. Согласно античным мифам, эта богиня символизировала правосудие и справедливость. На своде изображена Астрея между истиной и невинностью, в то время как высокомерие, невежество и ошибка бегут оттуда. Пол выполнен в виде лабиринта из карарского мрамора. Великолепный тронный зал. Его длина почти 40 метров и освещают его 6 высоких окон. Между окнами и дверями стены украшают 28 колонн. В конце зала находится трон. Теперь он оббит голубым бархатом, но первоначальная оббивка была из красного бархата и украшено все было золотыми лилеями. На узких стенах зала находятся два барельефа из позолоченной лепнины с изображением славы. А в центре зала изображена фреска с памятным моментом. Здесь изображена закладка первого камня дворца, которая была 20 января 1752 года. Весенняя комната. Для украшения этой и последующих комнат Карло Ван Вителли собрал большую группу художников. Он хотел выполнить все, что задумал его отец. Весенняя комната была расписана фресками на тему весны. Над дверями и над зеркалами – аллегории музыки и поэзии. Летняя комната была расписана художником Фишетти. Здесь на изображениях мы узнаем Прозерпину, которая летом возвращалась из царства мертвых к своей матери Церере. Мифологическая тема снова нас отсылает к циклу времен года. Дочь Цереры, богини земли и плодородия Прозерпина, была похищена Плутоном, богом подземного мира. Я очень часто рассказываю вам этот миф на примере скульптуры Бернини, которая находится в галерее Бургези. Прозерпина могла вернуться на поверхность только на шесть месяцев, а остальные шесть месяцев она находилась с Плутоном. Церера навела холод и мороз в те месяцы, в которые дочь отсутствовала, как в знак боли, а затем пробуждала природу с приходом весны и лета. В эти месяцы Прозерпина могла вернуться к матери на землю. В этой комнате король давал аудиенцию и принимал важных гостей. В осенней комнате свод расписан на тему встречи в аккаундах. Я сейчас монтирую видео и уже вновь хочу вернуться во дворец, чтобы уже подольше задержаться в каждом зале, рассмотреть все в деталях и вспомнить мифы. Свод зимней комнаты украшен фреской на тему, как Борей похищает свою возлюбленную. Борей – бог северного ветра. Он связан со стихийными силами природы. Его часто изображают длинноволосым, бородатым, могучим таким божеством. Он обитает там, где царит холод и мрак. Борей похищает свою возлюбленную, женится на ней, и у них родились сыновья. Медальоны же, окружающие центральную фреску, изображают сцены из мифа о Венере и о Данисе. Венера нашла своего первого любовника среди смертных. Этой теме будет посвящен и фонтан. Спальня короля Фердинанда II. Комнаты Ее Величества Королевы Марии Каролины – это четыре небольшие зала. Стены покрыты желтым шелком, обрамлены зеркалами. Со свода этой комнаты свисает люстра из позолоченной бронзы и дерева. Ее украшают маленькие помидоры, которые напоминают нам о плодородии региона Компания. В ванной комнате королевы Марии Каролины уже в то время стояла биде. А в комнате, где она переодевалась, даже украшений из лепнины были завязаны глаза. Как же я люблю все это рассматривать и находить. Люстры, потолки, стены, мебель – в каждой комнате они разные. Какая фантазия и разнообразие! Дорогие мои друзья, если у вас есть возможность путешествовать, то обязательно посетите этот дворец. Спасибо. 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 Палатинская библиотека. Она занимает пять комнат. Первые два зала используются как читальные залы. В отдельной комнате находится королевский вертеп. Посмотрите, какой он большой и красивый. В нескольких комнатах дворца были развешаны портреты семьи, которая здесь жила. Приведу несколько цифр. В пятиэтажном дворце 1200 залов, 1742 окна, 242 из которых выходят в парк, а парк протяженностью 3,5 километра. Он украшен фонтанами и водными каскадами. Мы с вами прошли по всем открытым залам дворца. Ну а сейчас, дорогие мои друзья, я приглашаю вас прогуляться по Королевскому парку. Палатинская библиотека. Фонтан в форме полукруглой ниши, в которой находятся гроты. А в этих гротах живут разные ветры. Автор фонтана был вдохновлен эпизодом из иной еды. Юнона посещает хранители ветров и убеждает его выпустить на свободу сотню ветров. Таким образом, она хотела потопить флот Инея, вызвав бурю и сильный шторм. А в качестве оплаты за услугу Юнона предлагает хранителю ветров свою самую красивую нимфу. Но, к сожалению, фонтан так и не был завершен. Не хватает самых главных фигур. Я все время поворачивалась и смотрела, как много мы уже успели пройти. Там вдалеке дворец. А этот путь нам еще предстоит пройти. Длина этого парка почти 3 километра. Мы туда и обратно прошли пешком. Но можно воспользоваться автобусом. Цена билета 2,50. Фонтан Цереры изображает богиню-плодородие. Она держит медальон с символом Тринакрия. Ее окружают нимфы, амуры, тритоны и олицетворение сицилийских рек. Церера была матерью Прозерпины, похищенной Плутоном. Вернуться на землю Прозерпина могла только весной, о чем нам рассказала фреска потолка летней комнаты дворца. Фонтан Венеры и Адониса. Фонтан сделан из белого карарского мрамора. Он рассказывает нам историю об Адонисе, в которого была влюблена Венера. Забыв обо всем на свете, она проводила все время со своим возлюбленным. Они охотились вместе, гуляли. Венера стремилась не расставаться с ним, но иногда на некоторое время она должна была отлучаться. И когда она покидала его, она просила быть осторожным на охоте. И вот однажды, когда Венеры не было рядом, собаки напали на след кабана, а Адонис хотел поразить зверя копьем. Но кабан бросился на него и нанес ему смертельную рану. Этот момент и был запечатлен в этом фонтане. Перед нами великолепный фонтан Дианы и Актеона. Фонтан разделен на две группы, между которыми льется водопад. Символ жизни и очищения. В нем рассказывается об Актеоне, охотнике, который превратился в оленя и был растерзан собственными собаками. Миф о Актеоне – один из самых известных древних мифов. Согласно ему, в одной долине протекал ручей. Уставшая от охоты богиня Диана любила купаться в прозрачной воде ручья. Однажды охотник Актеон подошел к этому месту именно в то время, когда Диана и ее нимфы резвились в воде. Нимфы увидели, что за ними наблюдают из-за кустов, испугались и побежали к богине. Разгневанная богиня брызнула водой на голову несчастного охотника, и тотчас же на голове Актеона выросли ветвистые рога. Испугавшись, он побежал и упал на берегу ручья. Взглянув в воду, он увидел там оленя, в которого превратился. И тут же опять встал и побежал дальше. Но собственные собаки накинулись на него и разорвали в клочья. Многие художники пользовались этим сюжетом для своих картин. Ну, например, Доминикино. Он написал очень интересную картину, которая сейчас находится в галерее Бургези. Очень люблю бывать в этом прекрасном музее Рима. Справа от фонтана Дианы и Актеона находится английский сад. Не пропустите его! Сад был разработан в результате сотрудничества Карла Ван Вителли и английского ботаника и садовника Грефера. В создании сада им помогала сама королева Мария Каролина. Здесь очень много экзотических растений. Сад часто называют королевским ботаническим садом Казерты. На самом деле здесь было очень интересно. Но больше всего меня интересовала нимфа, и я побежала ее искать. Великолепная Венера, выходящая из воды небольшого озера. Когда-то здесь проходили археологические раскопки. Из коллекции семьи Форнези сюда была перенесена нимфа, которая сейчас украшает эту часть сада. Ну вот и все. Наша прогулка по королевскому дворцу и саду подошла к концу. Как всегда, большое вам спасибо, что досмотрели видео до конца, за ваши лайки, комментарии, за то, что делитесь видео с друзьями. И до новых видео, дорогие мои. Желаю всем мира, добра и благополучия. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»